Послание отца Абсолюта 13 мая 2022 года Долевое участие человечества Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется поговорить с вами о тех несоответствиях, которые возникают у многих из вас по поводу обещанных скорых изменений на Земле, с которыми делятся с вами силы света с тонкого плана, и тем, что происходит на самом деле на физическом плане. Наверное, многие из вас заметили, что эти несоответствия становятся все больше, поскольку ситуация в мире не только не улучшается, а с каждым днем накаляется все больше. На самом же деле именно это является подтверждением того, что изменения в лучшую сторону уже совсем близки. Но для того, чтобы они произошли, необходимо нечто подобное социальному взрыву, который возможен лишь тогда, когда действия властей переполнят чашу терпения народа. Именно это и происходит сейчас, когда такие действия становятся уже не просто абсурдными, но и преступными по отношению к населению Земли. Мы с вами уже много говорили о том, что силы света с тонкого плана могут лишь помочь человечеству перейти на новую ступень эволюционного развития, но физические действия для такого перехода должны совершать сами люди. Это будет не только проявлением их свободной воли, но и долевым участием в совместных действиях по переходу Земли в Пятое измерение. Для того, чтобы довести до конца освобождение человечества, необходимо, чтобы осознанная часть населения Земли начала предпринимать конкретные действия по смещению преступной, полностью коррумпированной верхушки власти. Другими словами, вам нужно подтолкнуть уже полуразрушенную пирамиду власти дракорептилий, которая уже едва удерживает равновесие, лишившись подпитки сверху в результате победы сил света на теле тьмы на тонком плане Земли. Сейчас наступило уникальное время, когда спасение вашей планеты свершается одновременно на всех планах бытия. И объясняется это тем, что рассчитанные на десятилетия планы теневого правительства были скорректированы ими с учетом стремительно меняющейся энергетической обстановки на Земле и поставили человечество на грани уничтожения. Полностью осознавая критическую ситуацию для землян, силы света предпринимают беспрецедентные усилия для спасения человечества, используя для этого все имеющиеся у них средства, включая инопланетные технологии. Таким образом, вам оказывается уже и материальная помощь, пока для вас невидимая, но от этого не менее действенная. Без такой страховки ущерб от захвативших власть на вашей планете глобалистов был бы для вас непоправенным. Конечно, спасти удастся не всех, а только ту часть населения Земли, которая готова принять такую помощь и которая сама предпринимает действия для своего спасения. Что я подразумеваю под этими действиями? Прежде всего, стойкость духа и способность противостоять навязываемым вам со всех сторон искусственным и чуждым человеческой природе ценностям. Уже это невероятно важно и говорит о том, что такой человек сумел сохранить чистоту своей души. Общая энергетика таких людей стократно превышает энергию повиновения и бессилия остальной части населения Земли, что уже вносит положительный вклад в дело спасения человечества. Я знаю, что не каждый из вас способен вступить в открытое противостояние властям, поскольку зачастую это носит самоубийственные характеристики. Но даже ваше молчаливое противостояние и неповиновение абсурдным приказам и инструкциям является мощнейшим оружием, лишающим силы, правящей верхушку и их приспешников. Каждый из вас должен носить свой посильный вклад в борьбу силами тьмы, не преуменьшая и не преувеличивая свои возможности. Все должно быть в разумных пределах, тех, которые подскажут вам ваша душа и ваши небесные наставники, которые посылают вам сейчас множество знаков и подсказок. Не пропускайте эти подсказки, исследуйте им по мере своих сил и возможностей. И я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова